Несмотря на то, что в наше время содержать в полиции служебных собак становится все сложнее, представить без них работу правоохранительных органов невозможно. Конечно, ходить по следу преступника в условиях плотной городской застройки приходится нечасто, а вот сопровождать пешие патрули, нести охрану, обнаруживать наркотики и взрывчатые вещества необходимо ежедневно. Для того, чтобы собаки не теряли служебных качеств, их нужно ежедневно тренировать. В Голицыно такой учебой занимается старший сержант полиции Александр Авдеев. Собаки по направлению, по взрывчатым веществам, взрывчатым устройствам, также по наркотическим веществам и по следовой работе. И непосредственная задача патрульно-постовая служба. При работе в ночное время собака в пешем патруле, в принципе, это очень даже хорошо и эффективно. Потому что бывает, что пьяный дебош, когда идет с тобой овчарка или ротвеллер, у человека все равно уже думает, стоит ли что-то делать или нет. Кинологов учат, что к служебной собаке нужно относиться без эмоций, как к рабочему инструменту, а не как к другу. Наверное, с профессиональной точки зрения это верный подход. А если по-человечески, то как можно не любить таких преданных четвероногих коллег? Александр пришел в Одинцовскую полицию 10 лет назад. Кинологом хотел стать с детства. И поэтому сегодня с удовольствием занимается любимым и полезным делом. Упражнение – выборка вещи. Собака должна найти разбросанные на территории предметы и обозначить их. В высокой траве нож найти, в принципе, практически нереально. Вот для этого делает собака. Дается ей, допустим, искомый запах, то бишь, куртка там, да, или штаны там, или еще что-то такое, да, вот вещь непосредственно злодея. Убирается определенный квадрат, предположительно, где он мог сбросить, и пускает собака на обыск местности. Большая семья, а у Александра семеро детей, отца в его работе поддерживает. Не только словом, но и делом помогает и супруга, дипломированный зоопсихолог, специалист по канистерапии, то есть лечению собаками. Мы ездим в детские дома, ездим к больным деткам, сам контакт с собакой, да, вот команды там, вот это все, это уже доказано, что общение не обязательно как бы с собакой, да, а непосредственно с животным, да, как бы оно благоприятно. Полицейские собаки живут недолго, 7-8, максимум 9 лет. Слишком тяжелая служба. Работа у них, прямо скажем, собачья. Но благодаря им и людям, которые их тренируют, наша современная тревожная жизнь становится безопаснее. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.